Спасибо, дорогие друзья. Я, может, скажу несколько странных вещей. Да, вот Алексей Иванович сказал, что у меня есть бюсты. Вот теперь Федотова, ну, великого летчика-испытателя. Действительно, мне вручали бюсты, и... Причем дочь Качкалу вручала, Ольга Валерьевна. Для меня это было великой честью. Но, Алексей Иванович, простите, но опять же это через вас было. Для меня самый дорогой бюст, который у меня дома стоит, бюст моего друга Рейфата Хабибуллина, который в Сирии погиб. Вот, это тоже прекрасная работа, прекрасная память. И вот он... Ну, не буду врать, остальные у меня, они стоят, они стоят. Но этот у меня на одном месте, я ему могу иногда рукой помахать дома. Так, я сейчас быстренько посмотрю записки, что тут. Видите, уже возраст, наверное, очки туда-сюда начинаешь смотреть. Вот это, конечно, хороший упрек, что про палубную авиацию как-то... Ну, я всегда говорю, что все, что написано, это посвящено всем авиаторам. Опять же, всегда говорю, что... Ну, невозможно, наверное, написать все песни. Мысли есть, кстати, про палубную авиацию очень... Бродят в голове. Я там... Ну, может, расскажу интимную историю. Помню, мы от НТВ ездили в командировку с нашей программой «Смотр на север». Делали репортаж про пограничников Мурманского управления. И вот... Первый раз в жизни я летал на вертолете с аосной схемой. К-24. Интересное вообще было событие в моей жизни. Я летал на всем, в общем, на всех вертолетах, кроме вот этого действительно штуки. Где редуктор, он входит, ну, фактически, в эту грузовую кабину. Ну, оператора, я попросил его, посадили в правую чашку, надели ему гарнитуру. А мне говорит, Николай Викторович, вы, говорит, гарнитуру-то оденьте. Я говорю, да нет, нормально, что тут. Мы летали над Баренцевым морем три часа. Когда я вышел с этого вертолета, у меня в ушах был примерно вот такой звук. Да, ну, как в той песне. Может, я сейчас подумал, кстати, может, это оттуда пошло. Я, ну, ладно, думаю, пройдет. Вечером мы уже были в гостинице. У меня тогда... Да что ж с этим делать-то, елки-палки. Ну, врать не буду. Я выпил водки. Значит, звук повел себя очень странно. Значит, раз, так он... Когда это все прошло, он опять поднялся вверх. Три дня, трое суток. Вот. Так вот было, да. Ну, как говорил мой любимый шведский авиатор. Продолжим разговор. Карлсон, имею в виду, да. Опять же, мы все... К нему мы сегодня еще, разумеется, вернемся. А пока начнем второй телевизор с малоизвестных песен. Я летчик. А если вы на лампасы, какой-то дальше зайдет, что-то пороет. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет, это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездомным летать. За это готов я полжизни отдать. Я летчик. И черта небо я душу продал. Мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю. И мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю. Вираж заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предает, стерплю. Но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже. И давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Комбе звезд потом можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной. Она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть. И снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю. И мне без него не прожить. Даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю. Вираж заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предает, стерплю. Но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. По нити глисады иду я домой. А хочется жить где-то здесь. Над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет. Общага мой, дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть. И поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать. Но летчик обязан. Он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю. И мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю. Вираж заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю. Но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Дорогой товарищ Игорь Кук. Там есть один бывший командир полка вертолетного. Я заметил вот это вот. Это круто было. Я сразу понял, какую песню спою. Причем вроде не планировал ее петь. Хотя, наверное, тоже нельзя было. Здесь очень много моих близких друзей из армейской авиации. Вот уже Алексей Иванович выходил. Это... Ладно, я потом скажу. Тут должна быть некоторая интрига. Годы птицы улетают, по земле меня болтают. А точнее выше, над землей. Нет даже роботи божива. Столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машины пишем. То ли сказку, то ли боль. Вместе с ней по небу ходим. А мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищи миль. Выручил, где казалось, шансов нам не оставалось. И не превратила нас в бутиль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней прощались. Честным словом, возобращались. А потом на матушке земля. Экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как папка на петле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска С последних сил, но всех спасет. Терпеливо лемку тянет и молотит лопастями Днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Ей поклонятся солдаты. Те, кто вышел в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах В небе, словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Михаил Леонтич. Миль. Спасибо. Мы перед концертом просто с моим другом разговаривали. Я говорю, представляешь, когда-то в свое время Надежда Михаил Леонтич Миль приехала сюда на 4 часа раньше, чем у меня начинался концерт, потому что она ошибочно прочитала на сайте, я ее приглашал. Она приехала к 15-й, но я до этого не знал и приезжаю. А мне говорят, знаете, какая-то маленькая женщина приезжала и вам оставила книжку. Книжка была про Миля, там, где мои стихи были. Я ей звонил, ну-ка, ну я вот-вот так. Ну, вот так получилось, очень жалко. Это ее любимая песня. Поэтому даже, в общем-то, в принципе, я думаю, она может быть важнее не для летчика в армейской авиации, а вот для дочери великого авиаконструктора. Кстати, вспомнил, вот я говорил про моего друга, он там сидит скромно. Это Алексей Нагаев. Леша, ты встань на секунду, я поясню, в чем дело. Да, это мой очень близкий друг. Если кого-то заинтересует, просто он сегодня поскромничал, у него с собой две книги с его фотографиями. Это, ну, один из, я считаю, там, лучших, если не лучших, фотографов авиационных. Он был личным фотографом командующего авиации ФСБ Николая Федоровича Гаврилова. Сегодня он официальный фотограф конструкторского бюро Ильюшина. Летал в чёрной где, над Южным и над Северным полюсом, очень много где. Фотографии просто уникальные. Вот, если не поленитесь и вас заинтересует, подойдите к нему. Он, я думаю, на следующем концерте будет. Просто он говорит, мне, чтобы это всё привезти, это нужен транспорт. А я ему говорю, Лёша, это нужно. Вот, потому что, ну, это действительно людям увлечённым понравится. Вот, Алексей Нагаев, ты мне смотри, не обмани, в следующий раз приедь. И всё это возьми с собой. Я всегда много люблю поговорить. Вот, пока я ездил в командировках, в Дагестан, и раз, бах, тут звонят. А ты слышал, что там у нас случилось там в Краснодарском училище? А что там случилось? А там действительно оказывается, ну, не в Краснодарском крае, а в Адыгее, на аэродроме Майкоп, курсантик из Краснодарского училища, вот это было две недели назад, так отличился, да, он словил не одну даже, а две птички на Л-39. Одна разбила ему остекление фонаря, другая самым подлым образом, в общем-то, вывела из строя двигатель. Четверокурсник не растерялся и не выпуская шасси, посадил Эльбатрос, в общем, чистое поле, прямо по курсу. Ну, понятно, конечно, парню повезло, но, как говорил Суворов, везет тем, кто, точно сейчас не вспомню, кто мастер там, умный и так далее. Возможно, в будущем, я думаю, что это будет очень хороший летчик. Вот. Здорово, что так получалось. Я видел эти фотографии в интернете, думаешь, юки-палки, движок в хлам, лобового блистера нет. Парнишка, все нормально. Представили вы к ордену мужества. АПЛОДИСМЕНТЫ День сегодня не задался, я чуть было не прозбал все, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник, как любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе сутро. Здорово, видно, спала за ранку, зря дневник я взял у баньки. В школе оказалось, он в пикет. И шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу, точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. А что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят, и давление измерят. Летчик, алло, доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немного людно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни лёдно прописался. Уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, крон-шасси на выпуск ставлю. Эй, где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красные, всему форуму, мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад в ответ, советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково. Держись. Танцевать я мне, бери, но с перегрузки в плюсы в минус. Знака перемена, всё как жизнь. И совсем не бережливо, самолёт я в хвост и в криву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться. Маша, мне такого не прости. Маша, мне такого не прости. Не с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот даю, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть в силах. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша, а тебя ждёт техник Паша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь, фонарь, мы наглядь садим, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты кратко пронесёшься, по рожденью ткнёшься, бурзу на грунте пропахал. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая поджарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чёрт, и командир тут с ними растолкает всех, обнимет. Что-то намекнёт про родинок. Пошутил, небось, про родинок. Начинался день, как кума, но, посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит, Бойка, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесёт борща и кашу. Нам двоим по рюмочке нальёт. Как бы кто-то ни старался, день сегодня всожидался. Мы вернулись, я и самолёт. Как я сильно не старался, день сегодня всожидался. Мы вернулись, я и самолёт. Мы вернулись, я и самолёт. Браво! Браво! Спасибо. Не, вот действительно, в жизни всегда есть место подвигу. И я считаю, это подвиг, в общем-то. Это, наверное, может быть, не редкая ситуация, когда вот не выпустили шасси. Не может быть, а так оно и есть. Очень много знакомых у меня, лётчиков, которые это вот, в общем-то, как бы вот и делали. Есть и те, которые прыгали и всё равно получали орден, потому что старались посадить. Это вот, я помню, в Армавире было. 2014 год. Я сидел на предполётных указаниях на гидравиасалоне в Геленджике. И рядом сидел очень хороший друг. Он был бывший лётчик. В то время уже был начальником регионального управления по чрезвычайным ситуациям именно по авиационной линии. И вот, ну, просто сидит на предполётных зубах. У него телефон, он раз-раз-раз. Мне на ухо говорит, в Армавире МиГ-31 не может сесть. Причём, они там то ли, по-моему, из Канска были. Вот, у них вышла одна стойка. И они вот, ну, им сразу сказали, давайте-ка, ребятки, прыгайте. А они вот подходили к полосе, стукались, это одной основной стойкой. Ну, я вообще не очень себе представляю, как это вот, ну, можно сделать на таком тяжелейшем, ну, тяжёлом самолёте. Вот, но в итоге у них ничего не вышло. Они ушли и прыгнули в зоне. И вот, я уже сегодня в первом отделе не рассказывал про Виктора Михайловича Севастьянова. Он тогда командовал армией воздушной в Екатеринбурге. Вот, я их представил к ордену. И действительно, ну, вот, это того достойно. То есть, люди старались до последнего сберечь эту машину. Следующая песня тоже про таких людей, которые такими вещами занимаются. Думал мой близкий друг Андрей Воропаев придёт сегодня сюда. Он собирался. Мы тут про него в программе «Смотр» сделали сюжет. Он скоро выйдет, как ребята эти из Яковлевского КБ на Як-130-х установили несколько мировых рекордов. Это было чуть раньше, даже, ну, больше года назад. Но реально теплом фойе они получили вот совсем недавно. Потому что там что-то проверяется, всякие эти технические нюансы. Вот. Я ему звонил, Андрюха, ты как приедешь? Он, слушай, наверное, да, а потом бах. Я улетаю в Иркутск испытывать дальше АМС-21. Это тоже здорово. Наши программы работают этих гражданских самолетов все-таки. Ну, дай бог, чтобы этот АМС-21 стал летать на наших авиалиях. Все-таки мы привыкли к тем, в советское время, к этим нашим замечательным самолетам. Вот. Самолет тоже, ну, мы все надеемся, там, люди авиационные, что он с каким-то хорошим будущим. там уже по нему много контрактов. И вот они сейчас летают, и опять же, к этой песне, когда говорит, что летчики-испытатели, а, что там такое? Вот он так буднично говорит, ну, мы сейчас наконец-то уже, ну, не наконец-то, сейчас уже мы начинаем летать на сваливание. Вот летчики поймут, что это такое. То есть надо ввести самолет в такой критический режим, когда он просто свалился, а дальше смотреть, на какой это скорости произошло, вывести его из этого режима и прописать руководство полетной эксплуатации тем, кто потом будет летать ниже какой скорости нельзя, потому что иначе эти все люди, которые там за спиной сидят, им будет очень плохо. Вот, ну ладно, много текста я говорю, люблю поговорить. В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей, для них мы, как родители, куда уж ближе и родни, мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они же, как испытатели, испытывают нас. И в небесах, распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жить, как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, и не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам город предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр, считают, сколько тратят, считают, что у ног весь мир. Молча спал на романтике, благоволит удача нам, и деньги стоят на фантике, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что они измерят кошелек, когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставлений уходим, вот еще кто-то край найти, чтобы не было сомнений, вас ли ты мог сказать? Лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жалить. И в лебеде-утенках смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее, умнее, строптивые, рисковые, нету вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Мы в небе летать и работать и хочем, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает и даже на том, что летать пойти не может. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Лично я всегда говорю, у меня очень большой налет в ночных полетах. Все же улыбнуть, пусть нас везде все не совершенно, вон Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает сон. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по глупому, мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем. А потом удачу пропиваем, и мы чудес не ждем. Не волнуется нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле. Вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Я был осенним и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Крылья за спиной. Только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Я не крылья, а руки обрывают в небо улететь. В край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Был осенним и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Я летал во сне. Я летал во сне. Спасибо. Честно говоря, не собирался петь следующую песню. Но, самое интересное, у меня вызывает улыбку записка с прошлого концерта. А сейчас подошли и сказали, для спецназа ФСБ, пожалуйста, именно вот эту песню. Я до сих пор не понимаю, чем она глянула спецназу ФСБ. Разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом. А мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом в твоем. Подмигивал светильничек и чайничек шипел. Подтикал такт будильничек, и я про что-то пел. А гром далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти пол третьего, а сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего и просто на троих. К рассвету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом и дождь. А стрелки время мерили, летел за часом час. И мы почти поверили, получится у нас. Узнать бы как-то, что потом и вечное когда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А тут спросили, опять же в перерыве. А вы будете петь спортивную песню? Я так оба не совсем… Ну, потом, когда мы начали уточняющие вопросы друг другу задавать, я понял, что это за песня. Конечно, я ее собирался спеть. Как-то так вот каюсь. Не пригласила сегодня Светлану Владимировну Капани. Ну, то есть я ей позвонил, как-то не отвечала. А потом… Ну, мы же мужчины знаем, как себе найти оправдание. А тут мне говорят, а она приболела. Я думаю, ох… По крайней мере, будет оправдание, что вот она не могла бы все равно прийти. Я к чему? Честно говоря, у меня вызывает некоторую тревогу и настороженность то, что мы собираемся снимать клип на эту песню. Я уже и говорил, Света… Ну, когда я написал, ей это все понравилось. Она… Вот надо же… Надо же это все… Я понимаю, что это будет все круто, потому что будет снимать Артур Саркисян, лучший видеоператор воздушных съемок в мире, я его называю. Светин – фотограф и, опять же, оператор Александр Володин. Я уже так… Ну, еще полгода назад, когда она об этом намекнула, я говорю, ты знаешь, если только ты не будешь выпендриваться, мы можем покрутить бочки, даже абракадабры и так далее, пусть там в кадре это все мелькает. Ну, только не надо мне этих вот плюс восемь, минус три, после чего рождаются эти песни. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Говорят друзья, что спортом надо мне заняться, и я бы и не против, только лень мне напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле, шахматы советую, но мне не интересно, с девушкой я повстречался в поисках ответа. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Сам дурак ведь небе добровольно оказался. Будь неладен день, когда со Светой я связался, шарю взором по кабине в поисках. Стоп! Крана! Вернись, Светлана! Мы над точкой, как комета, как звезда карты балета, и с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом, не пойму я где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыба та, которую за жаброй. Жизнь моя, мне кажется, уже обракадаброй. Света говорит, что есть такая же фигура. А вот я невежливо, но все же без цензуры, ласковая. Ну ты как? Звучит как из тумана. Я жив, Светлана. Наконец, аэроплан к Земле бросает света, и я к тебе вернулся. Здравствуй, милая планета! Неужели я живым на Землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило проходило, да ищем до бабок без билета. Спасибо, Света! Мы на точке, как комета, крик свиста гордот балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом, не пойму я где планета, слишком близко рядом где-то. Что ж ты делаешь, ну, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Светлана, тормози! И летаю, как комета. Посылали мы привет населению планеты. В облаках вдруг поном где-то. Моя песенка не спета. Мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! 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 Свет! 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 Света! Свет! 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 Командир, отходят воды Прилетели, это роды Мы ж не проходили тренажи Девка в воздухе рожает На засветке окружает Бедный фельдшер Проглотила язык Примет садничком Младенца Замотает в полотенце Прокричит нам радостно Мужик! Работяга наш Ми-8 Отгрызлый нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся Знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обвязаны вдвойне Человек предполагает Судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое Нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело Семь Вылетали точно трое Так, нас умножили на двое А в итоге оказалось семь Семь Та-ра-та-та-ра-та-м Па-на-па-па-пам Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-там Вот седьмой ряд, мой мужик Та-ра-та-та-та-ра-та-там Та-та-ра-та-ра-та-ра-там Спасибо. 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 Ребята, ну, я могу так назвать, ребята из армейской авиации. Пристаньте, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Алексей Иванович, Михаил Степанович, Сергей Викторович. Там вот они уже стояли. Это, товарищ дорогой ты мой пункт, ну-ка поднимайся, командир полка в Калубии в свое время. Где-то тут Петя Пирогов. А, вот вижу. Вот. Самые боевые военно-воздушные силы. Как я когда-то Михаил Степановичу сказал, у вас там в авиакомпании, мужики там, если ордена сложить, это будет целое ведро. И это не шутка. Вот. К сожалению, очень много этих орденов посмертных, потому что эти люди работают вот над полем боя. Это я не умаляю заслуги всех остальных авиаторов. Я всегда говорю, каждый делает свое дело и делает его на совесть. Спасибо всем авиаторам. Спасибо армейским авиаторам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаю, там смотрится сейчас по видео еще один товарищ, мой дорогой, сказал, не споешь песню, обижусь. Вот тогда все такие условия начинаются, когда по телефону перед концертом звонят, что и говорят, а привет передай там, но он не просил, все равно передает привет Дмитрий Кальченко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что насупился Илюха? Нынче болит до заре. Набивают снова брюхо груз с швартой технария. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката рампат эльфер. Акварель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот Мы не взвечиваем цены написью аэрофлот Мы летаем, где стреляют экипажа не впервой И Илью не испугают грузовик наш боевой И нам слют, уходит, увы, селья трудяга Турбин, грохочущий квартет поет Летит Илюша работяга, бродяга, аж транспортяга Горбом по небу столько лет Нам лететь туда, где жорка, с дозаправками маршрут Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне Не печется брат Ильюша, лучше так, чем на войне Это лучше, чем когда-то В полном ящиках в бордом Возвращали мы солдат в их последний вечный дом Улетали от печали снова в небо с головой Где-то вновь надежды ждали грузовик наш боевой И на взлет уходит, увы, селья трудяга Турбин, грохочущий квартет поет Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга Карбом по небу столько лет Чай, печенье и конфеты надоели нам уже Штурман курит сигареты там на нижнем этаже Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед Если что всегда в порядке, у него велосипед Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет Коридор ему открыли, значит, он людей спасет Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой И на взлет уходит, увы, селья трудяга Турбин, грохочущий квартет поет Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Снизу пальмы по глиссаде Из зимы встречают борт Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт Местные не бьют баклуши, все предели как один От души нальют Илюши самый вкусный керосин Командир на борт вернется, весть благую принесет Наш Илюша улыбневаться нижним блистером, блеснет Нам награды не медали, а скорее путь домой Руды снова в максимале грузовик наш боевой И на взлет уходит ввысь, илья трудяга Турбин, грохочущий квартет поет Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Спасибо Я стараюсь не сильно повторяться во всяких историях, которые между песнями рассказываны Некоторых надо повторять Я рассказывал, как мне однажды в интернете девочка 7-8 лет написала Дедя Коля, где достать керосин Вот это для родителей просто, да Чтобы не забывали, что дети иногда такие вещи Вот я спрашиваю, а зачем керосин? А вы же спели самый вкусный керосин Поэтому следите на всякий случай Вот за ними, потому что мало ли чего Черт, время-то идет, но я понимаю Здесь в этом заведении командование всегда говорит Во сколько Анисимов не начинает концерт, раньше 11 он его не закончил Все равно, ну, наверное, немножко надо как-то сокращить Потому что много еще все равно хочется спеть Я, кстати, вот глядя в зал, смотрю Мы тут все стали во время концерта Гораздо так спаяние Или спеяние, да, слово спеть Главное, чтобы не сказали спойние А то скажут потом споил Вообще, мне всегда кажется, что мы здесь все как один экипаж Аплодисменты Аплодисменты Солнце в небесах Все дожди оставив под собой На работе мы опять И трудяга борт 0,5 Четко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семья Мои экипажи Снизу морем облака Пять семьсот И мы пока Крепкий чай, в который раз попьем Все мы здесь как за рулем Что покрепче все потом На земле посадки мы нальем Командир на руку с гор Наплевал на коридор До ворот, проклакався долой Пусть земля запросы шлет Порт радист всех это шьет Нам быстрее надо Мы домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семья мы экипаж Та-да-да-да-да И пока автопекот удлиняет наш налет Командир прочтет свой детектив И спокойно пополни, мы уже не на войне Шум ее для нас пока ждет стих Пусть приходится летать в те места, куда послать Даже по маме не пошлет Нам уже не привыкать в эпизоловку играть Знал бы прикол, знал бы маршрут Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И путь дожди опять идут Но на земле нас в семье ждут Хоть мы и сами как семья Мы экипаж Да мы же сами как семья Мы экипаж Экипаж Вот такие записки, на которые как бы невозможно не ответить Время как бы вот оно бежит А все равно надо спеть Да вот Я не думал, что эта записка придет Хотя Ну и собирался в общем, наверное, эту песню спеть Потом понимаю, что надо сокращать время Но Да, вот пришла записка в память Петру Степановичу Дейнекину Спеть «Медведей» Один из Вот Я всегда С гордостью говорил Что у меня очень хорошие отношения Со всеми главкомами военно-воздушных сил С новым нет Я просто с ними встречался Он не совсем летчик Или совсем не летчик Не в обиду ему сказано С Петром Степановичем У него были очень теплые отношения Мало того, ну буквально менее чем за сутки до того, как он ушел Мы с ним общались, обнимались Это был, ну великой души человек Командующий военно-воздушными силами Очень тяжелое время Летчик-дальник Первый главком, который после всех истребителей Вот возглавил авиацию Конечно, спал эту песню Потому что Ну вот я помню Это было 105-летие военно-воздушных сил Мы были в Кремле Был торжественный концерт Потом был большой банкет Я там пел в Кремлевском дворце съездов И Петру Степановичу было уже неважно Моему там Петру Степанович, можешь доктора вызвать? Да нет, нормально Я помню, что он произнес самый красивый тост Вот И там потом такой Оп Рюмочка такая Джинесса заслоните Вот Раз так А потом Я на следующий день полетел в Энгельс Именно к дальникам Я выступал у них И мы выруливали на полосу С Сергеем Ивановичем Кабалашем Нынешним командующим дальней авиации И тут вот в самолете зазвонил телефон Специальный Сергей с нам трубкой Или да елки-палки 15 минут назад Первый Степан еще умер Вот Ну я спою эту песню Пройдя рулежкой на полет На полосе корабль замрет На исполнительном молитва Все по карте Винты все восемь на упор Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там На старте Маршрут продолжен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен гугл И как полсотни лет назад Бомберы словно на парад Идут на север Чтоб потом уйти за угол И словно литвенный наш борт Замровождает нас эскорт Вот только нет на Нидер Истровой меди И где там в натовских штабах Тревогу бьют И все в бегах Летят в Атлантику Российские медведи Летят в Атлантику Медведи Пролитый кофе обожжет Болтанка нас не бережет Погода дрянь И на радаре сплошь засветки От фюзеляжа револьвером Производства СССР Сказали пьянки, что русская рулетка И вместо радостных вестей Корма доложит про гостей У плоскостей по весне По расу пастатов Они ведь тоже напролом И чуть не в блистерном крылом Такие бурзы Как правило, это что-то Но не изменит курс аборт Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой К любимым леди И где там в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику Медведи Жаль, в океане нет дороги Он для нас, как Севасток Нам отыскать в нем надо Чартовой иголку И ищем мы норийской страх Авианосец на волнах А не найдем То все задания без толпа И крик Я вижу командир Вдруг разорвет не мой эфир Железный ящик С высоты уже заметен Там чертыхнется адмирал Разнос устроит и обрал А мы так счастливы Как маленькие дети Качнет нам крыльями эскорт Пошлет доклад про русский бурт И уберутся наши людные соседи У них в штабах дадут отбой Лишь будут спорить меж собой Когда опять придут в Атлантику Медведи Принятут Ой, придут в Атлантику Медведи Мы на свидание идем Друг друга с танкером найдем И семь потом сойдет Но мы поймаем конус Мы каждый тонный дорожим А турбулентность Там повысит общий тонус Наш самолет будет устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Хува и Гвинея Отцелетали там до нас Но если вдали нам приказ Мы обязательно смогли Ведь мы умеем И экипажа просто смог И пусть усталость валит с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит сон Не спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи Пришли домой Медведи Идут в развалочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Пора вместе попеть Я уже обещал сегодня про Карлсона Не стесняйтесь Да, я его вижу Там армейская авиация Поднимает руки Армейская авиация Ура! Прилетит Веркволшебник В голубом вертолете И в бесплатном Покажет кино С днем рождения Поздравит И, наверное, Оставит мне в подарок Пиццу Эскимо Начитался в детстве сказок Без родительских подсказок Я хотел летать, как Карлсон И виражить между крыш До небес казалось малость И легко во сне леталось Только в детстве все осталось Толстый Карлсон и малыш Эскимо на вертолете Даже если сильно ждете Не бывает, не найдете Сказка, ложь и мультик врет Вряд ли вы меня поймете Но хотелось жить в полете И с детства вертолетик Превратился вертолет вместе Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Миша и Карлсон вместе разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою, шаг даст. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте, мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут, вертолетик. 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 Как мальчиш-плохиш из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать нет там. И тогда я выгрызаюсь во все тяжкие, пускаюсь. И за небо я хватаюсь, каждую лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Подогнем свой танец, кружим, он герой, я им горжусь. Грозно. Вертолетик. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник. Чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест прилетит на вертолете. Неотложно по работе, не забудясь о пилоте, в детство он меня возьмет. Даст вам мир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет. И подарит, может даже, свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем? Вертолетик. 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 Спасибо, спасибо. Что-то я вдруг подумал, я так, ну сегодня не сильно много それ hoy передавал. Ну, в общем-то, всем спасибо, всем привет, кто там в интернете смотрит сегодня эту трансляцию, этот концерт. Я вот вдруг подумал, я очень давно дома не был. В родной семье. Я там оттуда уехал в прошлом месяце, и достаточно давно. Дорогие мои, я вернусь. Хочешь? Хочешь, научу тебя летать. Хочешь? Расскажу тебе, как птицу издать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь и коснувшись звезд от счастья петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небо можно обнимать. Главное — летать. В звездной вышине. Впряме, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ. Сети разорвав. И исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь небесами. Обьянить, чтоб хотеть, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь, несложно улетать. Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно пить. Главное — любить. В звездной вышине, впрямь, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав. Исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, Умываясь, небесами обьянить. Чтоб ходить, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Хочешь? Хочешь научить это? Летать. Спасибо. Спасибо. Мы так уже потихонечку приближаемся к четвертому развороту. Или уже не очень тихонечку. Я просто пока вот хотел бы, чтобы вы поаплодировали человеку, который заведовал сегодняшним звуком. Это для меня самый комфортный человек. Он и в прошлый раз сделал эту прекрасную работу без звука, концерта, ничего. Александр, спасибо большое тебе. Следующая песенка. Есть у меня такой замечательный друг, летчик-испытатель, он шеф-пилот, или как правильно называется, конструкторского бюро Миля, герой России, Александр Михайлович Климов. Вот про эту песню следующую он говорит, «Блин, ну как же так, это вот эти штурмовики украли эту песню у нас, вертолетчиков, это про нас». Ах, ребята, мирного неба всем нам. Как обычно, вылез в срочные, знать, проезжали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там полежет целый взвод, запускаюсь без газовки. Техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача идут нам взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал в вираже, мэй, браток, не отставай, выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке, ничего себе разборки. Ну, ведомый, не взевай. Эй, внизу, держись, пехота! Начинается работа. Справа на 30 пулеметы, мне земля поперерет, до ворот бросаю фабы. И на выводе не слабо, словно я попал в ухабы. Заболтала самолет. Так стира, как паутина, маневрирую активно, живописная картина. Как собрасыва, грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разве я, ткань, молчи? Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Что мне явно, что ты грустно? Хрена пошел я в гачу, вот ульянов, что иначе? Был бы дом, машина, дача и возил бы арбуз. Грач, бедняка, изувечен, я за этим отвечу. И несут за мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, живой, хоть впадают, под глаза мне расъедает. Нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержай, попробуй марку, под свинцом о киптком. ВПУ, как пушка, танка, грохот, выстрелов, болтанка. Я как мышь в консервной банке. Пока добрый паводкан! Не попасть бы нынче в сводку, что за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расхода ванбака имитирую атаки. Выходить в пары строки, ведь почти сухие варки и подрываны пока. Мне, похоже, как с морозом, грачу, стало клювомосом. Защитвить я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но суван машина дышит, словно держит кто-то свыше, и наушники я слышу. Летоны, спасибо вам! Набратно, да вернули, позади снаряды пуля. Уравнение бернули, держит в воздухе грача. Борт летит на частном слое, износа капли крови. Знать в санчасти на здоровье. Получу я от врачей. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Будем жить. Дорогие мои, с Днем Победы. Дай Бог всем нам мирного неба, чтобы мы, дети наши, внуки наши, никогда не видели войны, и те, кто дальше, дальше, дальше будут. И только мы отмечали бы этот праздник, и вспоминали тех, кто не вернулся, или тех, кто дошел, но мы их уже не увидели. Благодаря которым мы сегодня живем, благодаря которым существует наша страна. С Днем Победы. Ну и конечно, конечно, самая-самая авиационная песня, которую обязательно на День Победы надо петь. Давайте-ка, подпевайте. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я чайную, я бледнею, захотелось вдруг сказать, Встань над рекою Звуки летние встречать. Раз. Кудрявый, Так лён зелёный, Лист резной, Я влюбленный, Да и смущенный пред тобой. Клён зелёный, Да клён пудрявый, Да раз пудрявый резной. И смуглянка-молдаванка Отвечала парню в лап Партизанский, молдаванский Собираем мы отряд, Нынче рано партизаны Дом покинули родной. Ждёт тебя дорога Как партизанский лес густой. Раз. Кудрявый, Да клён зелёный, Лист резной. Здесь у клена, Да мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, Да клён пудрявый, Да раз пудрявый резной. И смуглянка-молдаванка По тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, Что с собой не позвала. По смуглянке-молдаванке Часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку Я в отряде повстречал Клён пудрявый, Да клён зелёный, Лист резной. Здравствуй, парень, Да мой хороший, Мой родной. Клён зелёный, Да клён пудрявый, Да раз пудрявый резной. Ну и дальше я не могу это пропустить, Как вы по великому фильму. Опять же, должны гибать Эти флипкие аплодисменты. Товарищ гвардии майор, Разрешите обратиться к товарищу гвардии капитана. Обращайтесь. Пока здесь некоторые ля-ля-ля. Первая эскадрилья достала мотор И починила ваш крейсер. Ну да, конечно, говорит, Как у нас что-нибудь достать, Это первая эскадрилья, А как мессера завалить вторая. От винта. Раз. Кудрявый, Да клён зелёный, Лист резной. Здравствуй, парень, Да мой хороший, Мой родной. Клён зелёный, Да клён, Да кудрявый, Да раскудрявый, Да раскудрявый резной. Будем жить! С Днём Победы, дорогие! С Днём Победы! Она была, есть и будет наша! Спасибо! Спасибо! У кого будет время, Буду рад видеть На следующем концерте 28 июля. Там у меня где-то В произведении рождения С поэмами. А пока с Днём Победы! С Днём Победы! С Днём Победы! Мирного неба всем! И будем жить! АПЛОДИСМЕНТЫ